Долго и тяжело, но на прием к терапевту приходится стоять в очереди. Врачей в поликлиниках Сызрани катастрофически не хватает, поэтому десятки людей подолгу ждут помощи у дверей одного кабинета. Тут и запись по талонам не помогает. Пациенты нервничают, а врачи работают с колоссальной нагрузкой. Согласитесь, можно работать с повышенной нагрузкой, ну, какой-то промежуток времени, да, за временно отсутствующего сотрудника. В настоящее время, то есть ситуация постоянно критическая. Молодой терапевт Ольга Воробьева работает всего полгода, но независимо от стажа ей приходится принимать за день более 40 человек. Это почти вдвое больше, чем положено по норме. Ежедневно в поликлинике почти каждый медик работает за двоих и даже за троих сотрудников, которых просто не существует. Укомплектованность врачами снизилась до 30%. Одной из причин нехватки кадров называют стремление молодых врачей уехать работать в сельские населенные пункты, где по программе «Земский доктор» они получают подъемные 1 миллион рублей. В этом году, чтобы привлечь врачей в Сызрань, муниципальные власти решили действовать аналогичным способом. Накануне по инициативе главы города в местном парламенте скорректировали бюджет и добавили денег на создание врачам благоприятных условий. За счет средств муниципалитета уже частично оплачивают высшее образование студентов-медиков, обустройство молодых специалистов, коммунальные услуги врачам, арендующим жилье, даже дарят квартиры. И вот добавили новый стимул. Предполагается привлечение специалистов с других территорий, выплатив им единовременно денежные пособия в размере 1 миллиона рублей. На 2018 год данный мер социальной поддержки предусмотрен для семи специалистов. Более того, в бюджете утвердили социальные выплаты дефицитным специалистам первичного звена. Более 80 педиатров и терапевтов получат в этом году по 100 тысяч рублей каждый. По замыслу городских властей это должно укрепить желание врачей работать в государственных лечебных учреждениях. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев, Вести детально.